МОЛИТЬСЯ С Господом общаться Ради пищи, ради всего И примут и начертания Потому что не захотят идти Быть гонимы Быть уничтожены Или побиваемы Или видеть, чтобы кто-то голодал Даже дети Раз придет, то начертания не купить И не продать Братья и сестры Это получается, как будет жить И остаться верным Трудным в таких испытаниях Будет еще тяжелее, если мы Не научились оставаться верным И в свободе И в разных обстоятельствах Верным живому Богу Бог ценит верность у людей Бог, он Подчеркивает в Писании И он говорит, будь верен Потому что верность это самое ценное Она связана Мы можем сказать О, этот человек с верою прошел Потому что он верный остался От начала пути Я слышал свидетельство Своего односельчанина Который говорит Они пятеро Просто решили в то время Принять вводное крещение До армии Потому что говорили Не, лучше вы пойдите в армию Там, кто знает Устоите или не устоите Останетесь верными или неверными И лучше после армии И нам так советовали Я помню И мы приняли этот совет Ну, они решили Пятеро Принять вводное крещение До армии Чтобы верность Держать до конца Господу И тут перед водным Тогда подавалось Кто будет принимать Водное В КГБ И подали Сразу в субботу Приехали Их в пятерых Забрали Говорят Вы призывники Вас на медкомиссию И в больницу привезли Сразу их передели В халаты Больничные И в комнату Вот Они говорят Нет В понедельник Мы можем остаться И на месяц И на два У вас в больнице А в субботу Мы не согласны Они не приняли пищи И так далее И их Охраняли Чтобы не убежали Ну в три часа Все таки Пришел этот начальник КГБ И вы все таки Уперты А 45 километров Было до села И говорит Выгнал И говорит Можете идти Куда хотите А в девять часов Водное крещение Собираться И он говорит Мы посидели Неужели отпустили Это так не может быть Вот Это значит Они там возле дверей ждут Мы вышли Без документов А в сельских парнях Тогда документов не было Паспорта не было Свидетельства Рождения не было И сразу Для выяснения Говорит Личности На три дня Закроют И сразу Только они выйдут И вторая статья есть И он говорит Мы посидели Потом Неужели отпустили Ну мы договорились Что только в двери Выходим И в разные стороны Выбегаем А в определенном месте Соберемся И говорит Только в двери Открываем Смотрим А там два бусика Стоит Этих милицейских Вот Чтобы их забрать И они разбежались В разные стороны Вот Ну и Пришли На водное крещение Когда уже Последний Выходил Из воды Вот Опоздали На водное крещение Но служители Говорит Ну что вы Примите Будете принимать А они Да Дали им халаты И они Приняли водное крещение Но самое интересное Говорит Что Поддевали Те Которые Приимали Водное крещение После армии Говорит Ну что святоши Вспели Приняли И насмехались Те Говорит Насмехались Которые Принимали Что вот Такие же Святые Святоши Что даже До армии Решили Водное Принимать Ну говорит сейчас смотрю, все мы пятеро служителя и служим Господу, вот поэтому они остались верным и Бог их поставил на служение, потому что этот верный они поставили цель так вот, чтобы остаться верным Господу братья и сестры я знаю я знаю то, что мы с вами не всегда оказывались верны во всем Господу хотелось бы просить, чтобы Бог просил нам за нашу неверность чтобы Господь укрепил и дал нам оказаться верным знаете, мне еще сейчас в последнее время вспоминается брата Виктора слова, говорит, мы научили наших детей, как жить а как умирать нет вы знаете, хочется, чтобы жить или умирать всегда быть Господни, чтобы находиться нам в Боге в любом время и чтобы нам унаследовать жизнь вечную ведь мы познали живого реального Бога мы с вами переживали Божье помазание много раз мы с вами входили в присутствие Святого Бога и хочется дальше входить хочется, чтобы не было преграды которая часто встает наша неверность она не дает нам входить в Божью благодать чтобы нам переходить из благодати в благодать мы часто можем оставаться младенцами по Писанию, как говорится вот, потому что не возрастаем в Боге чтобы быть твердыми непоколебимыми в вере Богу живому пусть Господь поможет мы будем с вами сейчас молиться и хочется, чтобы Бог обновил нас в вере и в верности в терпении и в любови чтобы Бог удалил всякий страх как говорится не бойтесь вот, что предстоит нам пройти но, чтобы нам оставаться во все времена как Павел говорил что Бог меня научил жить и в изобилии и в скудости чтобы во всех трудностях Бог дал милость остаться верными Ему вот